Здравствуйте! Жизнь еще не пришла в норму после Нового года. Впереди еще Рождество. Снова публикую карты Сбера, Тинькова, Юмани. Сегодня, извините, чуть припозднился с новостями. Честно проспал. Ничего не произошло. Знаете, чувствую себя при этом вполне превосходно. Хорошо, когда ничего не происходит. Ну ладно, теперь кратко. МИД ФРГ официально отказал Польшу в выплате репараций. Беспилотник КНДР проник в бесполетную зону у офиса президента Южной Кореи. Пригожин заявил, что первая группа бывших заключенных завершила контракт в зоне СВО. Блумберг по ставке российской нефти в декабре 2022 года сократились до минимума. В системе отопления Москвы начали повышать температуру. Ждем морозов. Теперь подробно. Макрон пообещал Зеленскому бронемашины. Франция поставит Киеву бронемашины АМХ-10РС, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в разговоре с президентом. Украину Владимиром Зеленским передает Рейтерс. Впервые бронетехника западного производства поставляется в поддержку украинской армии, сказал он. Ранее Макрон пообещал, что страна будет неизменно поддерживать Украину до победы. А президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон допускает возможность отправки на Украину боевых машин пехоты Брэдли. Ну, с таким чудом техники, как Брэдли, у США были проблемы даже в Ираке. Особенно с ее вертикальной боковой броневой стенкой, представляющей собой идеальную мишень. Ну, а легкий колесный танк АМХ-10РС создавался совершенно для другого театра военных действий, да и для другой эпохи. Все-таки машина начала производиться в далеком 1976 году. Я тогда еще в школе учился. Украина будет самой северной из стран, имеющих на вооружении АМХ-10РС. Кроме Франции, они стоят на вооружении таких мощных армий, как Камеруни, Марокко, Катаре, ОАЭ, Сингапуре. Как раз сейчас стартовала оборонная программа «Скорпион», которая предусматривает замену АМХ-10РС и АРС САГЕ на, ну, в общем, на Ягуар. Поставки начались в феврале 1922 года и составят 300 единиц к 1930 году. Так что Украина подвернулась очень кстати, но не выбрасываешь. Вопрос совсем в другом. Франция не воевала с Россией с времен Крымской войны, середины 19 века. А потом во всех крупных войнах выступала как союзник. И отношения у двух стран строились весьма близкие. Еще будущий маршал и министр обороны СССР Родион Малиновский в Первую мировую войну сражался во французской армии. Был единственный советский маршал, свободно говоривший по-французски. Во Второй мировой достаточно вспомнить полк Нормандии. Неман, воевавший в составе советской армии, и сотни русских бело-эмигрантов, сражавшихся во французском сопротивлении. Но есть и менее известные факты из нынешнего времени. Не менее 15 крупных французских авиационно-космических фирм имеют долгосрочное отношение с российским авиапромом. Авиалоникой, двигателем. Да что там, учебно-боевой МИК-АТ, по сути, российско-французский. Для французского производителя разрыв этих отношений это разорение. Так разорением стал для французского судостроения неожиданный разрыв контракта на поставку вертолетоносцев тип Местраль. Раненый осколком снаряда от французской самоходной артиллерийской установки «Цезарь» во время обстрела гражданского объекта, Дмитрий Рогозин написал письмо послу Франции, которое вложил на память осколок, извлеченный из его шеи. Я всегда говорил, что Рогозин – талантливый пиарщик, просто много лет занятый не своим делом. «С удовольствием вспоминаю наше с вами общение», – пишет Рогозин. «Совместные поездки на Бородинское поле и на Байконур мы тогда много и часто обсуждали перспективы российско-французского политического и экономического сотрудничества». Ну так вот, сотрудничество закончилось, а кто виноват, пусть разбирается прокуратура Пятой Республики. У них не Россия, бывает, что и бывших президентов сажают из-за куда меньших прегрешений. А тут два президента подряд по явному указанию извне наносят многомиллиардный ущерб, один судостроению, другой авиакосмической области. И ради чего, собственно, чтобы поставить в долг неплатежеспособному государству груду устаревшей военной техники? Кстати, такого рода сделки всегда считались наиболее коррупционными. Система поэтапной эвакуации раненых и больных в войсках так, в общем, и не обнаружена. Почти всех военных, пострадавших в ходе удара по Макеевке, перевели в другие регионы России, сообщил в Рио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вместе с замминистра обороны Виктором Горимыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, посетившим раненых в больницах Ростовской области и ДНР. По его словам, всем раненым бойцам удалось своевременно оказать экстренную медицинскую помощь, поскольку они начали поступать в больницу Макеевки очень быстро. Не будем обсуждать героизм солдат и профессионализм врачей. Тут все в порядке, кроме одного. Кроме старой истины, что героизм одних – это прямое следствие преступления других. Почему раненые военные стали поступать в гражданскую больницу в Макеевке? Где в это время были полевые госпиталя, средства медицинской эвакуации и госпитальная база тыла? Восемь лет войны, конечно, повлияли на опыт и навыки медперсонала в больнице в Макеевке. Но сама больница гражданская. В ней нет ни нужного количества операционных, ни экстренных хирургических бригад для массового поступления раненых. Да просто мест в палатах, чтобы разместить разом полсотни, допустим, раненых. Просто нет, можно, конечно, поместить раненых по коридорам, но где взять нужное количество медсестер, чтобы делать перевязки и ставить капельницу такому количеству раненых сразу, временно. Все это должно быть в военном госпитале, именно в расчете на массовое поступление. Но, похоже, госпиталя нет. И никто даже не думал его разворачивать. Причем тут вообще губернатор Самарской области и другие гражданские чиновники. Разве это их дело эвакуации раненых и оказанием врачебной помощи? Где главный хирург фронта, армии, корпуса? Где система медицинской эвакуации из госпитальной базы тыла, если раненых посещают в больницах Ростовской области и ДНР? Вот Рогозин довольно быстро оказался в специализированном госпитале в Ростове-на-Дону. Это хороший госпиталь. Главное, он профильный. Но в ДНР такого нет. И что за больница-то в Ростовской области? Это все та же могострадальная больничка в Новочеркасске? Конечно, Рогозин с осколком вовремя прооперирован и доставлен в Москву-на-Долече. А больничка в Макеевке тоже имеет возможность направлять раненых прямо в госпиталь имени Вишневского или Гурденко. Я об этом писал и говорил уже. Где система поэтапной эвакуации и оказания помощи больным и раненым? Какая была в армии еще во Вторую мировую войну? Начался отзыв в признании независимости Косово. Президент в Сербии Александр Лвучич перечислил в 9 стран, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово. «Сомали, Буркин-Фасо, Габон, Исватини, Ливия, Гвинея, Тигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы». «Ожидаем и десятую», – сказал сербский лидер. Ну, понятно, что не сильно великие страны, но факт. По его словам, в настоящее время 106 стран не признают независимость Косово, 84 недвусмысленно признают. Позиция трех стран точно неизвестна. А чем независимость Косово лучше, чем независимость Абхазии или Приднестровья? Разве что тем, что в Приднестровье вот уже 30 лет ни одного выстрела. А в Косово миниоритническое противостояние продолжается и по сей день. Я понимаю, признали независимость, провели границу, мальчики налево, девочки направо, и поножовщина закончилась. Вот как в той же Абхазии. Но ее не признают так называемые цивилизованные страны, и никогда не признают, хотя войны там давно нет. Но зачем было признавать независимость Косово? Раньше как бы Косоваров притесняли сербы. Провели границу, и что? Теперь сербов гнобят Косовары. Уже на основе своего суверенного права гнобить на своей земле кого хотят. На Западе есть вполне рациональные точки зрения на украинскую ситуацию. Возвращение украинской территории Донбасса и Крыма нереалистичная задача для украинского командования, пишет директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллин. «Донбасс, который находится под контролем России с 2014 года, уже будет гораздо более сложной задачей для Украины, в то время как освобождение Крыма, который де-факто интегрирован в Российскую Федерацию и сильно милитаризован с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным», — говорится в публикации. Меллин считает, что Украине придется расставить приоритеты, чтобы максимально эффективно использовать свои ограниченные ресурсы. Оценка более чем реалистичная. Украина 8 лет вела войну для возвращения Донбасса. Результат известен. Сейчас военные действия по масштабу сравнимы с Вьетнамом или Корейской войной. Но результат-то тоже понятен. В общем, из оценки директора Германского совета к международным отношениям вывод виден только один. Надо замораживать конфликт, проводить демаркационную линию по фактической линии фронта и начинать долгие и нудные переговоры. Они могут длиться десятки лет без видимого результата. Но на самом деле результат-то есть. Перестают гибнуть люди и разрушаться города. Налаживается мирная жизнь. И если смотреть на Корею или Тайвань, не такая уж и плохая. Как на самом деле санкции не работают? Французский экспат Александр на протяжении 20 лет живущий и работающий в России рассказал, что большая часть россиян не испытывает какого-либо дефицита и не ощущает санкций. Своими впечатлениями он поделился в беседе с телерадиокомпанией RTL. Что касается продуктов питания, 85% населения России потребляют местные продукты, поэтому ни в чем не испытывают недостатка. Средние классы жителей крупных городов немного изменили свою структуру потребления. У нас есть белорусская фуагра, привезенная из Франции. Косметическая продукция поставляется из Дубая и Южной Кореи. В целом мы находим практически все. Сообщил француз. Перед Новым Годом Такер Карлсон тоже показал какого-то дрища в московском гипермаркете, где тот на 7 долларов накупил корзину вполне годной еды. Ну и показал, что полки магазина совсем не пустуют, наоборот, очень даже впечатляют. Ну да, я сам перед Новым Годом в обычном перекрестке видел, чего раньше не было. Крымскую барабульку, крымскую жарапану, азовскую стерлить, причем по ценам, которые вовсе не вызывают особого возмущения. Все это как иллюстрация к теме санкции не работает. Ну ладно. Когда в середине осени такой репортаж опубликовал австралиец Рассел, реально живущий сейчас со своей женой в Априлевке, это было классно. Но вот ремейки того репортажа Рассела в исполнении других граждан, это уже похоже на заказуху. Ну прикинем, какой-то американец засунул билет в карман и поехал в Москву, чтобы купить там молока и куриного фарша на 7 долларов. Вот как захотелось ему истринского молока. Кстати, в истринском районе нет молочных ферм, но это так к слову. Если бы вся экономика состояла из жратвы, все было бы хорошо. Может быть, есть счастливый Иван Иванович, все потребности которого это водка и салат оливье, плюс китайские говнодавы, чтобы дойти до магазина. Но вот вчера в аптеке я не смог купить необходимый мне вот клопидогрев. Нет поставок. Предложили аспирин. Ну ладно, я нашел, достал. А связь в столице стала работать хуже, чем в каком-то донбасском поселке до 14-го года. Это как? Главное, всем стало резко не хватать денег. Даже на то, на что раньше хватало.